О том, как могут и должны измениться российские города, говорили ведущие эксперты в отрасли строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Примеры развития рассмотрели на площадке форума «Умная трансформация городской среды». Развитая инфраструктура, удобные белые самокатные дорожки, соединяющие весь город, безбарьерная среда, отсутствие визуального шума и, конечно, озеленение и чистый воздух. Именно этого хотят современные горожане. Стратегия «Умная трансформация городов» объединила все регионы, но каждая из них вправе идти по своему пути. Поэтому так важен обмен опытом и наработанными практиками. Вместе с жителями, вместе с предпринимателями мы очень долго, на протяжении, наверное, полугода общались, разрабатывали свой дизайн-код. И Минстрой не раз подчеркивал, что подобная практика, она, конечно, бесценна. Когда малые города, побеждающие в конкурсе «На строя России», малых городов, исторических поселений, помимо сдачи качественных, хороших объектов, все и презентуют дизайн-код. Таким образом, мы можем видеть именно комплексное развитие территории. Я думаю, что у республики есть те же самые возможности, мы поделимся нашими наработками. У республики очень большой потенциал и в сфере развития общественных пространств, и в сфере развития дворов, например, дворовых территорий. Подробные планы развития прописываются с участием жителей. Один из примеров – всенародное голосование по благоустройству на своих территориях. Теперь предстоит детально прописать, каким образом будет трансформироваться тот или иной объект. Глав один на один оставлять нельзя. Нужно помогать, нужно разбирать, нужно синхронизировать все деньги, которые приходят на территорию. Еще на стадии проектирования важно работать со всеми инстанциями и застройщиками, чтобы новое пространство отвечало всем требованиям безопасности и комфорта, в том числе и для маломобильных групп населения. К проектированию городской среды подходим совершенно новым взглядом, так сказать, исходя из современных реалий. Мы понимаем, что будущим жителям очень важно не только качество самого дома, но и качество того пространства, в котором они будут проводить большое количество времени. В нашей республике был опубликован рейтинг, мы занимаем достойные позиции уже даже на текущий момент в этом рейтинге обустройства городской среды. И считаю, при участии властей всех уровней у нас есть шанс войти и в пятерку городов по уровню благоустройства городской среды. Применяя опыт больших городов, где уже запущена работа по умной трансформации, реализуя местные инициативы, по мнению экспертов, можно добиться ощутимых результатов. Наталья Мальчикова, Александр Отяков, Республика.